Саламастар Макрумета от Андастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Сегодня я провожу эфир, отвечаю на вопросы, которые в большом количестве мне пришли. В Инстаграм, Фейсбук, в Ютуб. К сожалению, вопросов огромное количество, поэтому в связи с тем, что эфиры обычно носят ограниченный характер, я выбрал наиболее часто встречающиеся вопросы. Но в последующих эфирах я, конечно же, буду стараться ответить и на другие вопросы. Поэтому вы продолжайте присылать свои вопросы. Сейчас я где-то минимум около 30 вопросов отвечу. И я думаю, что они, ну скажем, многим дадут понимание, что происходит в стране. И вообще по всем вопросам, по политическим, в том числе и по себе лично. Мне здесь задают вопрос. В последнем эфире вы сказали, что Назарбаев ждет момента, чтобы поставить Даригу на трон. Сегодня они раздают по одной маске пенсионерам, имеется в виду медицинские маски. А завтра выйдет Дарига и скажет, ты что такая, издеваешься над народом и раздаст по 50 тысяч тенге каждому. И народ обрадуется. Но, уважаемые друзья, я знаю, что у Дариги есть много, наверное, среди ее личного окружения сторонников, которым она пообещала разные посты, звания, должности. Но сейчас, я думаю, обстоит так, что, конечно, очень много людей просто нервничают и ненавидят. Вот для меня разницы нет, что Такаев, как я его называю, извините, мебель, что Дарига, ну, я ее называю хромой курицей. Почему хромой курицей? Потому что на Западе тот политик, который уже уходящий, его называют хромой уткой. Но это же на Западе, поэтому я вот ее называю не уткой, потому что она, в моем понимании, не политик, а хромой курицей. Но тоже что-то там рядом с политикой связано. Итак, если Назарбаев назначит Даригу, почему вот лично мне разницы нет? Потому что ни Токаев, ни Дарига Назарбаева при Нурсултане Назарбаеве ничего не будут решать. Вся власть также будет принадлежать Нурсултану Назарбаеву, все силовики, премьер-министры, депутаты, Акибы. Что называется, ни мышь мимо него не пролетит, хотя он прямо сейчас не тратит свое время на управление государством. Но принципиальные вопросы к нему приходят, как правило, Карим Масимов. Он сейчас наиболее доверенное лицо, ну и был длительное время доверенным его лицом, кошельком на Султана Назарбаева. Хранит через него Назарбаев десятки миллиардов долларов, через подставных людей Карима Масимова. Вот, собственно, приходит и согласовывает. Поэтому, ну вот какая разница, будет такая, ничего не решает, ничего не умеет. Все, что он говорит, дружба, все будет хорошо. И такими стеклянными глазами смотрит в экран, там стоит текст написан, и он его зачитывает, и все. Когда с ним начнешь разговаривать, он ни экономику, ни политические процессы, ни реформы, вообще ничего не понимает, не знает, будет говорить только о велике Ельбасе, благодаря мудрому Ельбасе. Вот все, что он знает. А придет Дорега, ну то же самое, абсолютно никакой разницы. Единственное, у нее будет больший доступ, она может чаще встречаться, чем кто-либо с Назарбаевым, в семейном кругу, но результат будет тот же самый. Поэтому мы же сейчас говорим о том, что реально стране плохо, критическая ситуация, и вы, наверное, все это понимаете. Вот сегодня было распространено видео, я видел, что вокруг, по-моему, Алматы, ну там снега не было, как-то все было очень, погода на Алмату похожа, я еще не разобрался, стягивали бронетранспортеры, танки, куча машин, они вот едут, едут, фактически город закрывает, видимо они решили блокаду, только усилить, взял блокаду. То есть власти ощущают опасность, они понимают, что два города, Алмата, Астана, наиболее политически активные, и вот сейчас экономический кризис реально таким образом затронет людей, что возможны беспорядки, и таким образом они хотят не просто блокировать город, а блокировать возможные протесты. Вот, собственно, для чего это вводят эти все войска и все прочее, но это им не поможет. Так вот, мы понимаем, что сейчас наступают тяжелые времена, и раньше было плохо, а сейчас вообще будет очень плохо. И, ну хорошо, если Назарбаев вместо Такаева поставит Доригу, если вследствие этого, чтобы показать, что она круче Такаева, и может решать вопросы, я считаю, что нам надо поддержать Доригу. Поддержать? Пусть приходит, пусть каждый гражданин, включая младенцев, получит по 50 тысяч тенге, пусть весь пакет, который мы озвучили со стороны демократических выборов Казахстана, она реализует и получит все звезды и благодарность от народа. Суть же не в этом, а суть в том, что людям станет как-то легче жить, пусть даже на этот короткий промежуток. Конечно, меня сейчас кто-то будет упрекать, наши сторонники, зачем вы им подсказываете. Дело в чем, уважаемые друзья, назначение Дориги ничего не изменит, крах системы неизбежен, потому что в условии, когда нужно принимать энергичные, быстрые решения, грамотные, ориентироваться на род, слышать народ, быть с народом, эта политическая верхушка не сможет, потому что она зажирела, обнаглела и поменять Такаева на Доригу, или там еще какого-то племянника, Булата Назарбаева поставить. Вот вообще никакой разницы нет, принципиально ничего не изменится. Придет Дорига, где-то может быть месяца 2-3 накидает какие-то деньги, но ситуация будет каждый день усложняться и усложняться. Здесь нужны люди, которые понимают, что такое экономика, что такое политика, умеют создавать команды, и самое главное, умеют принимать правильные решения. Поэтому не имеет никакого значения, назначить, ну, Султан Назарбаев Доригу или нет. Я считаю, что пусть назначат. Поприветствуем Доригу, будем радоваться, хоть какая-то будет передышка при решении этих проблем экономических. Поэтому я думаю, что нам не надо сопротивляться, более того, есть смысл сказать, хочу Доригу, хочу, чтобы за ней пришел пакет, реформ, пусть они решают вопросы бизнесу, закрывают проценты со стороны государства, списывают кредиты, списывают проценты и так далее. Ну и отлично, пусть придет, но все равно она не справится. Дальше, следующий вопрос. Если Евразийский Союз сделает единую валюту, это улучшит положение страны или нет? Уважаемые друзья, Евразийский Союз, так называемый, более 90% доли в этом союзе, доминирующее положение, занимает именно Россия. 93% по-моему было последний раз, когда я смотрел цифры. Это Россия, Казахстан, Белоруссия, Кыргызстан, Армения. И поэтому, чтобы вы понимали, мы идем в форматоры политики России. Вот поэтому нужно, когда вы смотрите курс тенге, изменится, не изменится, вы смотрите российский рубль, умножаете его на 5,6 или на 5,8, и вы таким образом выйдете на реальный курс тенге, который будет. Следите за российской экономикой, потому что мы сейчас в таможенном союзе. И в России все плохо. Санкции, нефть России уже последние несколько недель не может продать ни в Европу, ни в Китай, потому что их саудиты лупят. Саудовская нефть сейчас просто проникает на европейский рынок, где в основном раньше Россия продавала большие объемы. Сейчас просто саудит их, что называется, перехватывает рынок. И плюс санкции. Плюс, вы знаете, Россия ничем не отличает от Казахстана. Я знаю, у нас есть любители Путина. Он такой же диктатор. Такой же у него зажим народа идет. И нет обратной связи с народом. Такое полицейское государство. И поэтому, когда эта одна мафиозная группировка находится в одном государстве, пусть даже будет единая валюта, ничего не изменится. Будет так же плохо. Изменится только тогда, когда мы будем проводить независимый курс. Когда мы построим такое государство, которое будет ориентировано на народ. Когда народ будет контролировать власть, выбирать акимов. Тогда да, тогда все изменится. А все остальное, как в известной басне, от переменной мест слагаемых ничего не изменится. Поэтому, те, кто думает, что если мы единая валюта, станет сразу хорошо. Абсолютно это иллюзии. Ничего не будет. Итак, дальше. Следующий вопрос. Здесь вопросы разбросаны. Я сразу хочу предупредить. Они не уложены в какую-то систему. Как поступали вопросы, так и я их печатал. Далее. Насколько серьезна угроза коронавируса? Я знаю, что очень многие наши граждане воспринимают достаточно легкомысленно ситуацию с коронавирусом. Так было в Италии, в Испании, во многих европейских странах. И думали, это где-то далеко. Там в Китае. Едят они летучих мышь, еще кого-то, змей. Это их болезнь. Вот так было. На самом деле, все закончилось, даже не закончилось, развивается трагично. В Италии сейчас в среднем свыше 600 человек умирает именно от коронавируса. В Испании идет массовое заражение. В Америке вчера объявили, что в Нью-Йорке огромное количество болеющих. Это только на старте. И уже гибнут не люди пожилого возраста, а любого возраста. Ну и потом, я думаю, что есть очень важный принцип. Когда вы живете в Казахстане, вы задаете себе вопрос, какую страну мы хотим построить. Все идет от того, как вы хотите жить. Вы хотите жить очень хорошо. А очень хорошо люди живут где? В Америке и ведущих странах Европы. Раз так, то нам нужно просто смотреть, а что они делают? Так вот, Америка и ведущие страны Европы, Европа, они озабочены коронавирусом. Они вкладывают сейчас, ну Америка в частности, свыше 2 триллионов долларов. Слушайтесь эту цифру. Это даже трудно представить, если у нас бюджет страны менее 30 миллиардов. Они вкладывают сейчас деньги только на поддержку своей экономики, чтобы защититься от коронавируса. 60, даже точнее говоря, наверное, 70 бюджетов годовых нашей страны. Вы представите масштаб? Сколько денег вставляют? Карантин и все прочее. Европа, сотни миллиардов долларов. Тогда вы должны себе задать вопрос. А что, мы самые умные? Мы самые крутые? Казахстан вообще круче Америки, круче Европы? Типа там дураки кидаются на коронавирус, там тратят сотни миллиардов долларов, а мы тут ха-ха сидим и смеемся, говорим, вот дурачки. Ну, ребята, это же не серьезно. Поэтому этот вопрос говорит о том, просто подтверждает, что очень многие наши люди не осознают опасность этой болезни. Она ужасающая. Такого в истории человечества не было. Это очень опасная угроза. И вот если мы будем поступать, как в свое время итальянцы, недооценивать эти угрозы, у нас будут последствия катастрофические. Потому что у нас нет такой медицины, как в Италии, там сильная медицина. У нас нет таких средств, как в Италии. В Италии сильно развита европейская страна. Это значит, что наши жертвы будут во много раз больше. Вот что нам нужно понимать. И я знаю, что люди везде одинаково устроены, когда эти карантины и так далее, ходят друг к другу в гости, без проблем общаются, тусуются, поют песни и все прочее. И результат будет очень плохой. Поэтому, уважаемые друзья, я хотел предостеречь и не обманывать себя. Коронавирус – очень опасная болезнь. Далее. Здесь следующий вопрос. Это мне задают в связи с так называемой программой, которую озвучил Такаев на сумму 10 миллиардов долларов. Якобы 10 миллиардов долларов. Вот здесь мне задают вопрос. Люди, которые работают неофициально, имеют ли право на какую-либо поддержку во время карантина. К сожалению, если прочитать внимательно эту программу, там звучит, что минимальную заработную плату, так называемую 42 500 тенге, люди получают, если они потеряли работу в связи с введением этого карантина, там, кризиса и все прочее. А если вы не имели работу, так называемой самозанятой, а власти у нас считают, что самозанятых у нас якобы полтора миллиона, но мы-то знаем, что их больше трех миллионов. Более 30 процентов населения не имеет работу. И, конечно же, эта программа, так называемая, даже вот эта минимальная 42 500 тенге, она никоим образом, к сожалению, не окажет в виде помощи этим людям, которые не имеют работу. Это мы все должны понимать. И самозанятые, например, таксисты работали, приезжали в крупные города из пригородов. Сейчас, например, Алмата блокирована, Астана блокирована. Многие кафе, рестораны закрылись, торговые центры закрылись. И люди, например, в Алмате, они из пригородов раньше приезжали в Алмату, сейчас уже не могут. Они потеряли на этот период, пока карантин, работу. И, конечно же, те, кто официально не числился, так называемые, были самозаняты, они не получат никакую помощь, чтобы мы все это отчетливо понимали. Но и там дальше будет вопрос по, что же нам делать в этом случае. Я думаю, что мы обсудим это позже. Здесь мне задают вопрос, уже такой, знаете, бытовой, по поводу инвестиций. Стоит ли в этом году строить жилье? Уважаемые друзья, жизнь идет, вы просто должны свои возможности оценить. Конечно же, сейчас строительные материалы, многие из них, они у нас импортные, даже я бы сказал, основная часть. Внутренней работы нет. Конечно, будет удорожание материалов импортных. Но все зависит от того, какими средствами вы располагаете. Если вы понимаете, что есть угроза, что вы потеряете работу, если вы понимаете, что ваша заработная плата девальвируется, уменьшится, то или какие-то ваши другие доходы, ранее которые вы получали, они вдруг могут пропасть, конечно, это очень опасно. Опасно что-либо делать, что-то строить. Потому что, на самом деле, сейчас в ближайшее время начнется цепная реакция. Я сегодня получил сообщение, что сокращает даже врачей. Это мне, конечно, не очень понятно. В условии, когда сейчас в стране развивается коронавирус, когда именно медицинские работники, они сейчас, их роль чрезвычайно важна. Во Франции здесь просто привлекли волонтеров, людей, которые ушли на пенсию врачей. Это в каждой стране происходит, в европейской стране. Каждой. И в этих условиях сокращать или отправлять в отпуска без содержания врачей, я считаю, что это просто преступное решение. Вот сегодня я получил по поводу врачей такую информацию. Поэтому вы должны понимать, сейчас кризис будет так разворачиваться, а наше правительство не будет на это реагировать, что если вы вчера получали какие-то стабильные доходы, например, от аренды жилья, вы можете уже не получить. Или еще какие-то другие доходы. Все может сжаться, и тогда вы встанете на полпути, что называется. Поэтому в условиях кризиса, конечно, нужно очень тщательно взвешивать и понимать, что все сейчас, ближайшие 2-3 месяца будет разворачиваться, меняться, прямо на глазах, как итальянцы говорят. Неделю назад мы танцевали, две недели назад мы еще обнимались друг к другу, в гости ходили, а через три недели все поменялось, через месяц там начали уже гибнуть 600-700 человек в сутки. Это реальная угроза. Поэтому вы, конечно, должны все эти угрозы взвесить и читать в интернете, что происходит в мире. Это, безусловно, коснется и вас всех, всех абсолютно. На планете не будет ни одного человека, который бы не испытал эти проблемы. Вот сейчас даже вот известный, помните, советский был певец, Лев Лещенко, он лежит, и у него здоровье, скажем, в очень опасной ситуации. Взять вот принца, члена королевской семьи, тоже заболел, и таких примеров много. И это, безусловно, повлияет на все ваши доходы, на весь ваш бизнес, на все повлияет. Поэтому надо сейчас все взвешивать. Следующий вопрос мне задают. Когда будут митинги? Мы уже устали. Уважаемые друзья, мы митинги проводили недавно, вот буквально 1 марта. И митинги мы обычно проводили раз в месяц, но сейчас режим карантина, и мы пока митинги не будем объявлять. Я объясню почему. Потому что наша задача добиться смены режима. Наша задача, чтобы шаг за шагом от митинга к митингу выходили десятки тысяч людей. Мы, наверное, мы можем сказать, что выходили несколько тысяч в прошлом году, 1 мая в Алматы, в Астане. Больше выходило уже порядка 10 тысяч в Астане 9 июня, когда были президентские выборы. Затем начался спад. И мы пока не видим, чтобы была такая активность. Но сейчас другая ситуация. В связи с тем, что введены карантины, в связи с тем, что цены на них падают, в связи с тем, что люди теряют работу, безусловно, сейчас будет ситуация обостряться. И, ну вы сами видите, рост цен на все, на продовольствие, вот мы оценку делали, минимум 20-30% это за последние две недели все это произошло. А в реальности до 50% по некоторым продуктам. Что будет? Кто-то сел в позицию, купил продовольствие на месяц, может быть больше. Но основная масса и ранее жила от зарплаты до зарплаты, и у них нет возможности садиться, вот покупать продовольствие на месяц, на два. Они вот, что называется, на неделю, на две недели вперед. Это все скоро закончится. И если те, у кого есть деньги, они могут себе позволить купить даже по более высоким ценам, то у оставшейся части, а их будет много, минимум 50% населения, такой возможности нет и не будет. Более того, многие из них просто потеряют работу. Все это приведет к тому, что будут нарастать социальные конфликты. Мне сейчас приходит информация, что люди приходят в Акимат и говорят, что у нас все, у нас уже есть нечего, у нас нет денег, у нас нет работы. И это сейчас наступит момент, когда вот эта масса, она будет двигаться в сторону Акиматов или к правительству, или к резиденции Такаева, или к Назарбаева. Вы увидите, что в течение апреля, мая месяца эта волна будет нарастать, и нарастать, и нарастать. И в итоге все это завершится массовыми протестами. Как должна действовать власть? Опять меня, конечно, будет упрекать, что я учу власть. Но, знаете, сейчас вопрос не об этом. Вопрос о том, чтобы нашим людям было легче, чтобы была возможность пережить эту трудную ситуацию. Режим, в моем понимании, все равно кончится, все равно уйдет в отставку, все равно мы накажем Назарбаева, эту политическую верхушку. Сейчас стоит вопрос о выживании наших граждан и о том, чтобы мы, демократические организации, демократический выбор Казахстана, пришли к власти не на руины, чтобы мы имели возможность управлять разными институтами власти, правительствами, акимами и так далее, чтобы все постепенно ушло вверх, росло. И наша задача сейчас, чтобы эти негативные процессы тоже их снимать, поэтому я, конечно же, просто говорю, что все равно эти действия власть будет вынуждена сделать, но они сделают, но сделают позже. И каждый раз это будет приводить к социальным протестам, взрыву негодования. Вот я просто и говорю, что в итоге люди будут сейчас идти к акиматам правительства, эта масса будет нарастать, нарастать, и Назарбаеву ничего не останется делать, как выполнить те требования, о которых мы говорим, выплатить людям деньги. Ну, зная, Шала, я скажу, он очень такой, ну, я не хочу говорить жадный, это уже все так говорят, да, он просто недальновидный, он просто уже где-то вот в воздухе витает, он ничего не видит, он так, как хочет, как объедки бросить, сказать, а вот им там маленький пирожок, пусть подавятся и молчат. Вот что он будет говорить. И каждый раз, когда нужно сделать какие-то действия, например, выделить обязательно 50 тысяч тенге каждому человеку, они будут давать не 50, а 5 тысяч, и когда уже кипение до такой точки дойдут, дадут они 50, но в тот момент потребуется не 50, а уже 100. Правительство Назарбаева этого не увидит, даже если увидит, прийти к Назарбаеву и сказать, что немедленно это надо сделать, таких решительных людей нет и не будет, и грамотных людей самое главное нет. Потому что там просто люди собрались как генетически подобранные серые личности, которые просто щелкают каблуками и исполняют. Собираются большой толпой, решение не примут, потому что если они примут, завтра их комитет национальной безопасности будет сажать в тюрьму, если это будет ошибочное решение, а они будут делать ошибочное решение. Поэтому я отвечаю на вопрос, когда мы будем проводить митинги, когда вот сейчас социальный негатив будет накапливаться, двигаться в сторону Акимат и так далее, мы безусловно обозначим дату, когда нужно выходить массово на митинг. Массово. Сейчас мы видим, что десятки тысяч еще не готовы выходить. Недовольных много, но действуют готовые, скажем, не очень высокие проценты. Далее, задают вопрос, что делать с депозитами. Уважаемые друзья, я сразу скажу, что банки страны в опасности. Сейчас не имеет значения, что они принадлежат Назарбаеву. Дело в том, что, ну, я вчера приводил пример, что, например, вы знаете, вот машины, такси ездят, вы же не интересуетесь сейчас собственностью, вам важно, чтобы эта машина ездила, или троллейбус, или автобус, и выполняла свою функцию. Банки должны выполнять свои функции. Вопрос собственности, мы придем к власти, мы у него конфискуем эту собственность, это будет принадлежать государству. Поэтому, если говорить о банках, они сейчас будут находиться в тревожной ситуации. почему? Потому что, банки выдавали кредит населению, кредиты предприятиям, предприятия будут сейчас испытывать гигантские проблемы. Люди будут терять работу, сидеть на карантине, не иметь доходов. Это же не правительство Англии, Англия, правительство Англии 80% заработной платы компенсирует частным даже предприятиям тот период карантина, или вообще тот период, когда эти процессы негативные происходят. Казахстан, не Англия, к сожалению. И вот, соответственно, вы должны понимать, что люди будут плохо возвращать кредиты банкам. Это касается и предприятий, и людей. Значит, банки будут испытывать проблемы. Что значит испытывать проблемы? Банки имеют депозит от населения. Значит, под депозиты, эти самые, которые вы положили в банк, они будут находиться под угрозой невозврата. Первое. Второе, если вы положили в тенге, тенге будет обесцениваться. Ну, я вам точную дату не скажу, но во всяком случае апрель точно будет, потому что будут излишки нефти, цен на нефть будут падать, тенге будет дешеветь, рубль будет дешеветь. Соответственно, если вы держите в тенге депозиты, считайте, что вы уже их обесценили. Еще месяц тенге подержите, они у вас превращаются в почти ничто. поэтому, если вы хотите держать деньги на депозите в банках, вы должны знать две вещи. Первое, их нельзя держать в тенге, желательно в доллар. Первое. Второе, если вы тем не менее это сделали, вы должны всегда внимательно наблюдать, слушать, собирать информацию, потому что банки будут испытывать серьезные трудности. Здесь опять Назарбаев будет вынужден вливать деньги в свои банки, если они у него останутся. Потому что в национальном фонде, когда говорится 90 миллиардов долларов, не верьте. Я потом отдельно, это другая тема, выступлю и скажу, что, к сожалению, там таких денег нет. Сколько? Почему столько? Я это отдельно выступлю. Поэтому депозиты не держите в тенге, держите в долларах. Раз. Во-вторых, имейте ввиду, что все абсолютно банки будут в ближайшие месяцы испытывать гигантские проблемы. Начнется невозврат кредитов, банки будут попадать в ситуацию, что они не смогут вернуть депозит населения, юридическим лицам. То есть у нас будет очень сложная ситуация. Это факт. Дальше. Здесь мне задают вопросы тысячи людей выйдут на улице дальше что? Бить морды полицейским, громить магазины, кричать шалкет, что еще? Вот последующие предыдущие скажем как минимум два года реальности три я уже выступаю рассказываю что мы должны сделать если на улице выйдет большое количество людей а я здесь буду ссылаться на то что произошло во многих странах мира как правило как правило как правило именно когда много когда тысячи в этот момент как правило в реальности всегда полиция переходит на сторону народа и армия тоже потому что никакие танки никакая полиция ничего не сможет сделать когда на улицу будут выходить десятки тысяч да и не захотят потому что полиция армия это часть народа это ваши члены семьи ваши друзья ваши мужья это в конце концов ваши дети они тоже испытывают те же самые проблемы которые испытывает весь народ и поэтому я вам просто говорю вот как мы знаем если на улице ноль градусов то вода замерзает я вам говорю это закон общественного развития как только на улице выходят десятки тысяч полиция переходит на сторону народа власть падает не нужно ничего жечь не нужно бить морды ничего не нужно делать потому что в этот момент вы увидите во главе этой огромной массы народных лидеров мы сформируем временное правительство временное правительство именно организованным демократическим выбором Казахстана я буду во главе этого правительства я заявляю об этом я стремлюсь к этому я занимаюсь этим каждый день и вы все понимаете что моя квалификация как управленца как экономиста как организатора очень высокая и я в состоянии этим процессом управлять а затем мы проведем выборы честные открытые и депутаты от народа придут в парламент и выберут народное правительство вот что мы будем делать никаких беспорядков никаких войн мы все сделаем мирно вы понимаете вот представьте себе вот в житейскую житейский вариант допустим на улице один бандит идет машет кулаками такой крутой но представьте что перед ним стоит тысяч человек что может сделать этот такой крутой человек против тысяч человек ничего даже если у него в руке пистолет эта масса на него навалится и порвет его на мелкие кусочки так и собственно и здесь что такое наша власть это по всей стране есть те полицейские всего несколько десятков тысяч которые в состоянии охранять эту власть но это ваши дети ваши близкие и когда они увидят что людей десятки тысяч и будет та самая ситуация которую я вам привел они просто поймут что что я делаю тут и теперь тут на сторону народа это я вам говорю практику поэтому вот что мы будем делать никому мы не морды не будем бить мы просто придем займем все коридоры власти назначим временные правительства и арестуем всю политическую верхушку приближенную к султану Назарбаеву мы не будем подряд всех арестовывать это не нужно делать Назарбаев и его близкие списки мы опубликуем когда надо будет далее здесь мне задают вопрос от чего зависит цена на нефть уважаемые друзья я очень много времени трачу на то что изучаю настроение людей сижу в социальных сетях меня что радует меня радует что наши люди говорят мы построим парламентскую республику меня радует что наши люди знают что у Назарбаев в состоянии минимум 200 миллиардов долларов меня радует что наши люди понимают что именно Назарбаев со своим окружением вел в страну хаос и нищету за эти последние 2-3 года произошло очень сильное самообразование и меня радует очень сильно радует что наши люди уже понимают как формируется цены на нефть я с таким удовольствием читаю когда комментарии говорят что сейчас идет нефтяная борьба между Саудовской Аравией и Россией роль Америки расписывает как формируется цена на баррель нефти это просто здорово вы представляете как поменялась ситуация как наши люди стали грамотными я понятно что эти комментарии вижу и понимаю что многие из вас прекрасно знают как формируется цена на нефть но тем не менее я скажу по текущей ситуации по текущей ситуации следующее с 1 апреля Саудовская Аравия обещает производить не 9 миллионов баррелей в сутки а 12 с половиной то есть на 50 процентов больше ну и собственно и другие страны арабские страны тоже обещают поднять объемы но представьте себе что сейчас происходит на рынке нефти только в начале года цена была почти 70 долларов за баррель сейчас 25-26 то есть цена упала в два с половиной раза почти в три раза даже что произошло по законам рынка когда товара слишком много избыток что происходит желающих купить мало цена обычно на этот товар падает так вот с нефтью то же самое произошло сформировался убыток Россия Саудовской Аравии не договорились Россия сказала нет мы не будем уменьшать объемы производства чтобы товара было меньше и соответственно цена была выше Россия отказалась и Саудовская Аравия начала обваливать цены она ворвалась на рынок Европы Китая отняла контракты у России мы и у нас потому что мы торгуем фактически через тех же самых трейдеров международных блинкор там еще кто-то и мы висим как и Россия с нашей нефтью а рынок захватывает саудиты а с 1 апреля они наращивают объем производства и вот представьте себе что в этих условиях когда коронавирус что такое коронавирус это вот такая страна как Франция объявляет что все должны сидеть дома карантин значит вы не пользуетесь машинами меньше во всяком случае пользуетесь значит вам нужно меньше бензина и представьте что такая ситуация по всему миру сейчас карантин практически все страны мира объявляют самолеты прекращают летать им керосин не нужен а это составляющая от переработки нефти дизельное топливо не нужно бензин не нужно в таком объеме значит все производители производят то же самое количество нефти но покупателей там меньше а если товар еще больше в избытке что получается правильно в рынке цена падает вниз поэтому когда у меня спрашивают от чего зависит цена на нефть зависит от объема производства спроса а спрос сейчас упал и он будет дальше падать потому что сейчас страны которые закрываются делают режим карантина закрывает авиасообщение все больше и больше с каждым днем становится значит каждый день уменьшается спрос на нефть и вот цены будут падать раз цены на нефть будут падать мы будем получать как казахстан меньше доходов от экспортной выручки за продажу нефти соответственно наша валюта будет слабеть сейчас тенге будет слабеть это однозначно как минимум до конца апреля я свой прогноз давал далее задают вопрос подешевеете ли у нас горючные смазочные материалы ГСМ нефтепродукты я по этому поводу уже много раз выступал говорил что нефтепродукты бензином у нас монопольно занимается Тимур Кулебайт ну там разные вывески разные торговые сети бензоколонки реальности все под контролем Назарбаева и его зятя в Америке цена на бензин полтора раза меньше чем в Казахстане можете себе представить а зарплата у американцев в 10 раз выше в 10 раз выше а бензин дешевле в полтора раза чем это связано связано с тем что сидит Тимур Кулебаев контролирует всю страну нефтепродукты установил практически единый по всей стране и не падает вниз цена потому что он монополист а во всем мире цена на нефть падает бензин падает закономерность очевидна и газ в цене падает и поэтому когда вы задаете вопрос будут ли падать цены на нефтепродукты они будут когда завтра масса недовольных людей сначала будет осаждать эти маты затем люди поймут что их вопросы не решаются и цены на бензин например не падают хотя цены на нефть уже к этому моменту пока вы начнете активно действовать упадут в 3 раза минимум я думаю где-то 20-25 в этом промежутке ближайшие 2 недели сформируется цена на нефть ну тогда после того как народ будет возмущаться что называется закидывать камнями и Кулебаева и Назарбаева они все равно опустят цены пусть не на 50% но на 20% но тогда люди скажут так вот ты же мог уронить вчера ты отнал наши деньги мы все это время платили в 2 раза переплачивали и пойдут опять мощные протесты в адрес Назарбаева и Кулебаева поэтому им будет хуже чем больше они тратят время затягивают не решают вопросы со сбросом цены тем завтра у них хуже последствий будут понимаете и они меня слушают сейчас но не хотят тратить терять свои миллиарды долларов не хотят и не смогут смогут только тогда когда люди выйдут массово на протесты массово следующий вопрос что вы думаете о производстве есть ли возможность у Казахстана не зависит от никого такая возможность безусловно у нас есть и здесь мы опять же что называется какой смысл изобретать велосипед нам достаточно посмотреть ведущие европейские страны Америка у них практически все есть они диверсифицированы тогда мы задаем вопрос а почему у нас нет мы что у нас три ноги хвост три головы мозги другие кровь какая-то у нас густая зеленого цвета нет и ответ простой мы можем а почему у нас сейчас этого нет потому что во главе страны мафиозная коррупционная верхушка во главе с султаном Назарбаевым который качает доходы от нефти металлов и все проще ему на остальное плевать этим же надо заниматься а как заниматься власть должна быть перераспределена в регионы вы должны выбирать акимов вы должны выбирать депутатов вы должны сами распоряжаться теми деньгами которые там у вас есть в области вы скажете слушай у нас здесь нужно такой-то завод построить и так далее потому что эти предприятия дают вам рабочие места дают налоги это ваше будущее а когда это будущее в руках у политической верхушки им плевать на народ вы же видите депутаты к вам не приезжают министров вы наверное не знаете никого даже премьер-министр я уверен что основная масса не назовет потому что они работают для себя для Назарбаева от остальных просто сбрасывают объедки лишь бы не шумели не возмущались и дали им возможность дальше рулить страной поэтому конечно же при другой системе при демократической когда власть реально контролирует народ тогда будет все как в Европе и как в Америке значит когда вы говорите будет ли это так я говорю да следующий вопрос а что нам нужно сделать полная смена режима построение демократической страны ликвидации должности президента вот в этом случае народ будет контролировать власть и тогда все эти предприятия у нас появятся потому что сейчас коррупция все прочее просто не дает поднять людям головы нет капиталов нищета и так далее вот так вот все просто следующий вопрос сколько может продлиться карантин что будет если он продлится один месяц и не будет никакой помощи государства но карантин вот во Франции в частности продлят еще вот сегодня я услышал до конца апреля то есть суммарно это будет больше чем полтора месяца но с учетом того как ситуация разворачивается в Америке как там стремительно растет число больных а в Казахстане они просто ну вы же видите они без карантина по команде вдруг как он сказал главный санитарный врач что между 11 а после 11 16 плюс-минус появится и тут как по команде и тут значит вирус запрыгал и наконец-то как он сказал появился вы видите у нас даже вирус по команде появляется но это о чем говорит о том что этот режим врет говорит неправду и у нас будет так же как во всем мире воздух у нас такой же вирус у нас тоже будет такой же а не какой-то казахский особенный который будет мимо пролетать в сторону Китая или Европы нас затронет и уже затронул поэтому последствия будут очень плохие я уверен что карантин власть вынуждена будет продлить как минимум до конца апреля ну а если не продлит ну ребята держитесь вы знаете какая у нас медицина что нужно делать нужно вкладывать активно деньги все это быстро разворачивать но вы же прекрасно знаете что это власть все что она могла сделать вокруг расставила бронетранспортеры и танки военных пообещала дать какие-то деньги так называемые 10 миллиардов долларов которые никогда в ваши руки не попадут а если попадут то в виде продуктовых наборов ужасных я сегодня видел на семья мне прислала у них там 6 детей их в семье 8 человек дали продуктовый набор вообще ужасающий на весь период карантина так если бы семья из 8 человек получила бы на каждого по 50 тысяч тенге как мы предлагаем это было бы 400 тысяч тенге вы же понимаете что на 400 тысяч тенге много проблем можно решить немаленький продуктовый набор который для семей с шестью детьми это вот буквально 2-3 дня и все и нету его поэтому если говорить о том какие будут дальнейшие события я уверен что карантин если его не продлят если его нормально не будут соблюдать последствия будут плохие притом масштабах всей страны нужно карантин объявлять власть это не делает окей тогда они сделали в Алмате и в Астане но если при этом власть не будет активно помогать людям давать деньги не финансировать бизнес не так просто ну как вот такая сказал я прошу банки отнестись с пониманием проявить солидарность ну я я вот если такие люди будут работать в компании или где-то я выгоню немедленно вот просто даже что ты сказал пнул его и все и до свидания почему потому что это значит человек вообще не понимает профессионально не приготовлен не умеет управлять не умеет принимать решение ноль абсолютно нам в бизнесе такие люди не нужны а в управлении государством тем более потому что управление государством управляется всей страной этот человек вообще ничего не понимает не говоря о его министра пожалуйста вы видите люди приходят в банк а банки говорят ну во-первых он нам не указ во-вторых мы ваши кредиты просто процент точнее продлим еще на несколько месяцев а что изменится это же сумма которая к выплате она же с вас не списывается она просто откладывается и вы через несколько месяцев должны просто в два раза больше заплатить вам что разве стало легче и это президент страны вместо того чтобы правильный механизм сделать выделить деньги он это не сделал и поэтому сейчас будет проблема и у банков и у предприятий и у людей вообще у всех и конечно же будут серьезные последствия будут нарастать протесты как у меня спрашивает что делать если карантин продлится как если от государства не будет помощи если от государства не будет помощи всем будет плохо а помощь должна быть простая банки не могут списывать проценты никому это вы должны все понимать банки это такое же предприятие это вы на любое другое предприятие придете скажете отдай бесплатно хлеб они покрутят около виска скажут ты что я заплатил за муку там зарплату людям привез такие банки так же они эти деньги берут от населения депозиты накручивают свои проценты и дают его бизнесу если они не заплатят эти проценты клиент спишут то тогда они должны тем людям которым положить на депозит тоже списать их деньги не заплатить им проценты и там цепная реакция начнется кто-то не получит деньги банк будет объявлен банкротом и все должны понимать банки не могут это сделать это может делать государство до тех пор пока государство не заплатит проценты за людей как мы предложили 7 и 7 миллионов человек списать проценты как минимум на 3 месяца не заплатит компенсировать проценты бизнесу ничего хорошего не ждите поэтому когда меня спрашивают что что будет если карантин продлится если будет правительство также бездействует будет очень плохо дальше я скажу что надо делать здесь мне задают вопрос такой трагичный как зарабатывать многодетной матери если она потеряла работу во время кризиса и они эта семья живет за городом ну если там за городом вы понимаете да если это касается Алматы и Астаны это вообще трагедия максимум на что они могут ориентироваться это обивать пороги и получить помощь 42 500 тенге а что такое 42 500 тенге для работающей матери имеющие большое количество детей это вообще ничего поэтому конечно ситуация трагичная что я сейчас считаю нужно делать нужно оказывать давление на этот режим на правительство на Акиматы приходить Акиматы долбить их делать письменные обращения делать обращения в социальных сетях делать видео обращения я когда-то работал в правительстве я знаю как это работает механизм заваливайте обращениями Такаева Назарбаева затем его аппарат отдаст правительство а когда там мешками все это будет идти сопровождаться вашим выступлением в социальных сетях заявлений так и так далее они испугаются они все равно будут действовать да они не успеют сделать так как вам это нужно да они дадут маленький процент но тогда мы будем дальше требовать поэтому если вы будете молчать если вы не будете требовать от этого режима извините у вас ситуация не изменится будет очень плохо вот я говорю по многодетным матерям дальше спрашивает здесь такой специфический вопрос кто наследник 200 миллиардов долларов Назарбаева если вдруг завтра Назарбаев не станет ну покинет что называется этот мир кто будет владеть этими двумя стами миллиардов ну здесь я хотел бы интересную там информацию в принципе я в этом писал сообщить собственность Назарбаева он себя лично не может держать потому что он был президентом страны он государственный служащий в данном случае сейчас и поэтому вы понимаете его состояние это владение гигантскими предприятиями промышленными нефтяными наличными деньгами у него акции крупных международных гигантов владение в разной форме но не на нем лично это оформлено его подставных известных людей например Владимир Ким считается что он владелец предприятия группы предприятия Казахмыс которые производят медь вот на нем оформлена значительная часть пакета акций есть там другие еще люди или взять вот евразийская группа у них группа предприятия промышленных которые производят феросплавы алюминия крупные электростанции и все прочее ССГПО так называемый Соколово-Сарбайский комбинат в городе Рудном эти предприятия их минимальная рыночная стоимость 20 миллиардов долларов эта же группа предприятий владеет разными компаниями даже в Африке чтобы вы понимали масштаб этой компании когда я говорю 20 миллиард долларов это очень скромная сумма и так 20-200 миллиард долларов в реальности которую владеет Назарбаев на нем практически ничего нет ну на фонд Назарбаева так называемый есть какие-то гостиницы здания земли оформлены но это мелочи по сравнению с теми гигантскими деньгами так вот часть оформлена евразийской группе Машкевич Шадиев Ибрагимов ну типа он им доверяет часть оформлена на Владимире Киме там еще других часть на его бывшем управляющим делами помощники Булата Утимуратова у него состояние оценивается около 4 миллиардов на Западе пишет 5 миллиардов долларов и вот вдруг его не станет у него начнется неуправляемые процессы когда тот же самый Тимур Кулебаев который контролирует огромные активы он скажет не-не ну самовещи уже нет это все под моим контролем Динара вон который живет его жена в Швейцарии вот тебе какое-то количество денег отдыхай я тут все один хозяин Булат Утимратов абсолютно то же самое Машкевич все они сразу разбегутся ну может что-то отдадут но эти 200 миллиардов они просто раз в один день разбегутся по чужим карманам и конечно же мне будут спрашивать что дальше мы будем делать с этими двумя 100 миллиардов которые разбежались я позже расскажу мы безусловно будем требовать и у нас есть не просто требования а механизм как мы эти деньги или активы вернем в страну я в этом деле профессионал очень хорошо знаю как прячутся активы их невозможно в современном мире невозможно спрятать когда кто-то скажет оффшор все прочее это все ерунда банковская система в мире единая все денежные переводы легко контролируются имущество на таких деньгах легко контролируется поэтому мы их найдем далее у меня здесь спрашивают вот коронавирус а вы полтаете революции почему не поможете деньгами аппараты там искусственной вентиляции легких и все прочее я в принципе это уже говорил Назарбаев захватил мой бизнес конфисковал во-первых и поэтому все эти легенды и сказки о неких миллиардах это сказки если бы они были бы как я говорю современный мир не позволяет спрятать никакие деньги это во-первых во-вторых именно Назарбаев именно эта политическая верхушка и та группа неких бизнесменов подставных типа Машхевича Шадиева и все прочее у Тимуратова и они получили активы государства это не я я создавал свой бизнес всегда с нуля я этому государству вообще ничего не должен это мне должны это у меня захватили бизнес это у меня все украли поэтому когда мне говорят что а почему ты не поможешь это очень странный вопрос государство должно отдавать гражданам то что положено граждане платят налоги формируется национальный нефтяной фонд именно государство обязаны делать а не Аблязов или еще кто-то именно те кто ответственны за управление государством они контролируют все активы эти активы должны работать на народ это первое второе и еще вот тем людям которые задают такие неумные вопросы вы должны знать что все мои активы конфисковываются а все люди которые какую-то помощь один тенге от меня получат их сразу обвиняют в преступлениях по отмыванию капитала так называемых они получают сразу срок тюремный таких примеров в нашей стране немало поэтому я не единожды это говорил повторю еще раз никаких средств от меня не может прийти в Казахстан в принципе потому что они могут конфисковаться в любой форме или аппараты или безвозмездной помощи это бесполезно все будет конфисковано и таких средств у меня и нет чтобы вы понимали и не будет это мне эта группа должна вернуть мое состояние которое они украли переписали охватили захватили переписали украли раздолбали вот с кого я буду требовать с них дальше мне задают вопрос расскажите как удалось вам выйти из лап Назарбаева и Путина то есть избежать экстрадиции из Франции как будто Аллах вас оберегает для нас уважаемые друзья конечно на Аллаха надо надеяться это очень хорошо но к сожалению у нас очень много людей когда возникает трудности они ссылаются на Аллаха на Бога и говорят он поможет и вот если человек сам не двигается то как правило вы знаете что никто вам не поможет я тот самый человек который вырос в сельской местности всегда действовал всегда добивался всегда вкладывал свой труд я сколько себя помню с детства у меня так называемых таких каникул не было я постоянно работал работал над собой работал на хлопковых полях на рисовых полях виноград яблоки собирал картошку копал землю и так далее сколько себя помню вот у меня была такая жизнь и поэтому я надеялся только на себя на свою энергию на свою силу но собственно это в любом случае даже я боролся против государственной машины машины и я попадал в тюрьмы в Казахстане попадал меня пытали грабили конфисковали бизнес я был вынужден покинуть страну я уже 11 лет отсутствую в стране и этот режим меня преследовал много раз были попытки убийства и в Англии и в России но я не ориентировался что кто-то мне свыше поможет нет я сам себя защищал организовал оборону охрану получал информацию вовремя реагировал были покушения был момент когда я действительно не сумел справиться с ситуацией когда меня отранили машиной и пытались выбросить вот на встречную полосу это был наверное единственный случай когда я не сумел уйти от прямой опасности затем я когда вынужден был покинуть Англию в каждом месте я жил не более недели то есть я считал что через неделю меня обнаружат и все время перемещался но тем не менее меня сумели во Франции задержать обманули понятно французов что якобы я террорист экстремист и так далее и так далее это была целая история когда вертолет броневики большая группа спецназа меня захватывала и там мы жили мне помогала моя сестра младшая со своей дочерью они были со мной и вот такой захват произошел я три с половиной года провел во французской тюрьме находился в режиме полнейшей изоляции в одиночке то есть я не видел за это время вообще над собой чтобы вы понимали открытого неба все время были решетки закрыты помещения и режим был изоляции по моему требованию потому что была угроза нападения вы же знаете в 2015 году убили Рахат Алеева в австрийской тюрьме поэтому даже при перемещении в суд меня охраняло минимум 30 спецназов так называемых в масках броневых броневых жилетах я тоже был в бронежилете вертолет сверху 4 мотоциклиста и вот суд тоже охраняли окружали чтобы на меня не было организовано покушение но насколько я понимаю власти Казахстана были уверены что сумеет меня экстрадировать они здесь вели переговоры лоббировали договаривались с судьями прокурорами гигантская была работа сделана но я боролся мои близкие боролись моя команда боролись за меня и это тот самый случай когда ты сопротивляешься когда ты борешься когда ты упорный когда ты ничего не боишься да страх он должен быть у каждого человека но ты должен преодолевать страх тот самый пример когда мне удалось на самом высоком уровне через высший административный суд сломать все планы на султана Назарбаева выйти из тюрьмы оправдаться меня сняли за всех розысков интерпола и заняться снова политикой я добиваюсь чтобы этот режим был уничтожен сейчас да меня спрашивают почему меня сейчас не убили я знаю и режим знает что я знаю они знают мое местоположение я сегодня может быть впервые об этом говорю они здесь рядом сняли рядом квартиры здесь куча специальных агентов бывших военных они следят за мной с камерами на мотоциклах и так далее я сегодня открыто говорю потому что они знают что я их вижу но и они под наблюдением за ними наблюдают соответствующие службы местные это тоже они знают поэтому представьте себе что когда все все знают когда знают что эти люди за мной охотят следят наблюдают эти люди наняты командой Назарбаева то если завтра что-то со мной случится снайпер сверху выстрелит например понятно что французские власти будут знать что это сделал Нурсултан Назарбаев со всеми вытекающими последствиями будут арестованы их активы за рубежом начнется уголовное преследование это будет атака не просто одной страны это будет всего Евросоюза как минимум я уверен что против такой атаки они не устоят они сейчас пытаются меня экстрадировать как я недавно выяснил оказывается было за эти три года два запроса об экстрадиции они вели переписку здесь я получил много информации что они делали и так далее но я могу сказать что когда человек борется когда у меня есть цель а цель добиться перемен построить крутую страну демократическую посадить в тюрьму эту политическую верхушку сделать чтобы наша страна была одна из ведущих в мире меня ничего не останавливает никакие страхи я уверен что если каждый из нас будет так думать будет у него своя цель будет заниматься целеустремленно мы добьемся огромных успехов ничто нас не остановит я в этом смысле наверное представляю тот самый пример даже я этого и не хотел бы никогда таким быть но тот самый пример есть поэтому уважаемые друзья ситуация такая я считаю что Назарбаев сейчас меня убить не сможет если он это попытается то ему самому будет очень плохо и я спокойно хожу вижу этих агентов я на них не реагирую и потому что мы знаем я знаю что они за мной следят соответственно за ними следят так что вот такая ситуация не переживайте все будет нормально и я хочу сказать что экстрадиция делалась и руками Путина здесь в суде была вся информация о том как шли переговоры как Путин давал указания это все было нами доказано и принесено судьям французским то же самое было с Украиной договорились с Януковичем когда говорится что якобы я нанес ущерб России и Украине это ложь это они сфабриковали уголовные дела там нет никакого ущерба ни для России ни для Украины это суд Франции в этом разобрался здесь у меня спрашивает дальше как вам сидится в карантине уважаемые друзья в карантине мне сидится лучше чем в тюрьме общий срок который я просидел в тюрьмах 5 лет и ну вы представьте 3,5 года просидеть в одиночке я тренированный я занимаюсь спортом да сейчас на улицу ограниченный уже выход ну я нахожу возможность в помещении раньше была маленькая такая камера где я каждый день минимум 3 часа занимался разными упражнениями вот поэтому для меня этот карантин не карантин я и так вижу замкнутый образ жизни у меня цель одна добиться смены режима я каждый день только этим занимаюсь поэтому считайте что я нахожусь в закрытых стенах уже не то что как вот было в тюрьме 3,5 года еще 3,5 года скоро будет как я на свободе я веду такой же образ жизни поэтому для меня карантин это не тяжелая позиция следующий вопрос ну я уже ответил мне задают вопрос почему вас до сих пор не убили вы не думаете что наш жалкий шал трусливый между прочим такой могущественный что он может в любом месте всех достать тем более когда человек сопротивляется борется предугадывает его действия знает лично всю эту верхушку Карима Масимова там всех вообще вот в этой верхушке я всех ключевых людей которые принимают решения я их знаю знаю их ход мыслей и понимаю что они будут делать и они тоже меня знают поэтому все что я сейчас говорю о том что они все подвергнутся санкциям преследованиям они это тоже знают и поэтому меня не убили потому что я боролся пытались теперь дальше вопрос после смены режима вы будете представлять интересы народа и лоббистов олигархов как можно контролировать народные деньги нефтяные заводы золотые рудники и так далее уважаемые друзья мы построим другую политическую систему когда премьер-министр министр назначается парламентом когда депутаты точно избираются народом когда народ контролирует власть тогда это правительство при таком политическом строе не будет работать на так называемых олигархов что такое олигарх вы должны понимать олигарх это те люди которые используют власть посредством власти заработали деньги так вот это у нас Назарбаев и его то самое близкое окружение в бизнесе это те самые олигархи но я никогда не был олигархом потому что я свои деньги заработал помимо власти вопреки власти эта власть наоборот у меня отбирала все что я зарабатывал своим трудом олигарх это Назарбаев Кулебаев Карим Асимов это группа Машкевич и так далее которые используя властные рычаги разбогатели мы построим другую страну и у нас не будет олигархов у нас будут богатые люди это здорово что будет богатые люди чем больше богатых людей тем богаче государство но эти люди заработают благодаря своему таланту благодаря своему труду а не потому что власть им отдает контракт распределяет какие-то месторождения нет они заработать будут только благодаря своему таланту дальше у меня спрашивают как мы будем контролировать народные деньги очень просто потому что суды будут независимые правительство не сможет давать приказы судам парламент будет контролировать правительство Акимы будут избираться народом опять же будет народ контролировать поэтому при такой системе все богатство будет контролироваться народом не будет так что сверху пример позвонил сказал отдай месторождение не получится потому что там депутаты здесь народ здесь судебная система которая не работает по звонку судьи будет избираться народом если какая-то проблема вы подаете в суд на правительство на чиновника приносите факты вы выиграли а человек будет наказан понимаете еще средства масс информации они будут независимой это значит даже пусть богатые люди владеют разными газетами телевидение будет много они будут между собой конкурировать и за собой друг за другом следить в рамках закона если двигается нет проблем если нет соседние газеты соседние телеканал об этом даст информацию сразу это дается приходит информации следственным органам и все и поехало вот нужно что было конкуренция борьба между разными группами людьми контроль народа власти и все понимаете все изменится мы будем контролировать все богатство страны следующий вопрос смогут ли осужден активисты занимать пост провести после смены режима я хочу сказать так когда мы придем к власти все несправедливые приговоры мы все отменим абсолютно все ну и потом вы должны знать что значит осужден есть механизм погашения человек отсидел год и считается срок погашен он уже не осуждены придут талантливые люди во власть это не я буду решать это будет решать народ если это незаконно осужденный человек вы его завтра изберете депутатом и он снимет все обвинения которые были ему сфабрикованы действующим режимом поэтому мы не должны ориентироваться что осуждены режимы мы под мы все пересмотрим если это несправедливо все должно быть снято и они могут занимать любые посты в нашей стране дальше мне задают вопрос будем ли мы возвращать народные средства углоки токалах всяких у тьму руку либо и так далее я уже говорил мы все эти средства вернем у нас есть команда международных юристов хороших специалистов деньги невозможно спрятать да их можно потратить но основные капиталы мы безусловно вернем кто бы их не прятал и где бы их не прятал здесь следующий вопрос как будем вытаскивать страну из такого глубочайшего кризиса уважаемые друзья из кризиса страну вытаскивать я считаю что если будет реально народное правительство если народ будет участвовать в управлении государством а мы такую систему хотим построить мы из кризиса выйдем быстро потому что вы же все знаете наша страна богатая у нас не просто там таблицы так называемые менделеева мы входим десятку крупнейших стран по добыче нефти у нас много газа у нас много металлов крупнейшие и даже эти предприятия сырьевые они входят десятку крупных мировых лидеров поэтому сейчас эти доходы уходят в карманы назарбаеву окружения мы развернем эти деньги пойдут бюджет страны как минимум построим новые заводы у нас все изменится денег много мы даже в условии кризиса можем процветать поэтому не переживайте самое главное наша беда наш так называемый коронавирус это назарбаев и это политическая верхушка дальше здесь мне задают вопрос что делать сейчас людям которые без работы без денег сидят уважаемые друзья мы сейчас должны требовать мы должны объединяться во первых мы уже это много раз озвучивали вступайте чат активист двк создавать ячейку будьте политически активными заваливаете этот режим требованиями отставки во первых во вторых чтобы они вам выплатили 50 тысяч тенге чтобы были снижены цены на нефтепродукты минимум в два раза от вашей активности зависит будут ли эти изменения завтра сегодня или они будут позже когда вам со сам совсем станет плохо когда вы будете иметь вообще не будете иметь никаких средств все зависит от вашей активности чудо не будет если мы не будем двигаться дальше мне задают вас задают вопрос будет ли казахстан при новом правительстве из евразес и шосс я думаю что очевидно что это вопрос должен решать народ его представители как минимум парламент парламент депутаты избранный народом если говорить о моей позиции я уже много раз говорил мы должны выйти из евразес потому что это не выгодны это неравноправные партнерства где доминирует россии мы должны выйти быть независимой страной проводить независимую торговую политику дружить с китаем с россией со всеми странами но дружить только так что если это нам выгодно из невыгодных союзов мы должны уйти дальше снизить ли растаможку на автомашины из европы моя позиция очень простая мы автомашины не производим рынок должен быть открыт у нас не должно быть никаких специальных пошлин мы должны иметь доступ к мировым технологиям к телефонам машинам к самолетам и никаких супер пошлин налогов не должно быть мы должны их свободно возить страну поэтому мы должны выйти евразес импортировать машины технологии без каких-либо дополнительных выплат которые тяжелым временем ложатся на людей на бизнес моя позиция нет никаких пошлин привозе автомашин не должно быть никаких сборов но здесь повторяется вопрос падение цен на нефть и как это повлияет я уже на него отвечал говорил что если а это так произойдет к сожалению ближайший месяц-два цены будут еще больше падать то нам будет плохо бюджет будет испытывать серьезные трудности это сразу тотальные проблемы будет по всей стране как их решить смена режима все эти богатства которые продолжают утекать их карман они должны прийти в бюджет страны и тогда у нас все будет хорошо даже при низких ценах на нефть у нас возможности очень много далее здесь такой традиционный вопрос могут ли казахстанцы вернут наши недра государству считается что нет китайцам или еще кому-то принадлежит нет уважаем друзья соответствии законом страны все недра страны приезжают государству другое дело что это разные компании подписывает контракт с правительством контракт на недропользование так называемый там до 45 лет эти контракты государство всегда имеет возможность пересмотреть поэтому когда мы придем во власть будем строить демократическую страну мы безусловно эти контракты пересмотрим контракта на недропользование и принудим кто бы там не был китайцы или кто-то еще заплатить реальную рыночную стоимость за пользование природными ресурсами нам эта собственность не нужна мы будем контролировать ресурсы государства будут будет получать доходы больше чем сейчас есть этих денег для развития государства достаточно так устроен весь мир дальше спрашивает меры приняты для укрепления тенге принятые правительством на какое время хватит их и и что будет с долларом государство никаких серьезных мер не предпринял только ограничительные хватательные запретительные меры вот сейчас я знаю что юридические лица просто так валюту не могут купить они должны договора обосновывать это замедляет хозяйственную деятельность это мое право я сегодня имею тенге завтра поменял доллар послезавтра евро у бизнеса должно быть непременно и право в любой день поменять и поэтому такие методы запретительные в рыночном государстве ни к чему и хорошему не приведут будет черный рынок сбоку будет продавать а если такой возможность не будет значит будет ограничен импорт потому что мы многие статьи продовольствия товаров покупаем за рубежом есть у бизнеса не будет возможность свободно оперировать валютой значит будут сбои поставках товаров завтра это будет дефицит это значит существующий какой-то объем товаров поднимется в цене этой инфляции поэтому все что делать государство никакой пользы нет более того наш национальный банк единственный мире 9.25 процентов поднял учетную ставку до 12 годовых все государства в мире роняли ставку учетную делали меньше россии было 6 годовых они не поднимали они сохранили на прежнем уровне и я считаю что наш национальный банк сделал колоссальную ошибку поднял ставку до 12 годовых теперь процентные ставки ставят станут для бизнеса дороже то есть они как бы хотели как говорят хотим помочь бизнесу на самом деле навредили прямо навредили всем поэтому ничего хорошего не будет сеньги при таком подходе это повлияет глобально на все негативно дальше как будете бороться с коррупцией взятие и так далее это очень легко как только будет свободная страна когда пресса будет охотиться за всеми кто там неправильно что-то делает сейчас же раз позвонили пресса она под контролем все закрыла суды позвонил того посадил кто тебе не нравится политически а этого не тронь этот посидеть для видимости вышел вы все знаете как у нас работа судебная система когда у нас все это будет работать судебная система независимая когда следователь не будет работать по приказу по телефону будет действовать по закону тогда все изменится тогда жизнь любого который живет не по своим доходам попадет на каналы телевидения прессы разговоры соседей соответственно соответствующие органы будут реагировать этим людям конец именно такой такая модель развития государства европе яме в америке привела к тому что если коррупция есть она вообще минимально ничтожное на 20 долларов ты там поезде бесплатно тебя сразу в отставку вот как построена в мире и мы такое государство можем построить вот так будем бороться с коррупцией мне задают вопрос когда вы приедете в казахстан я по этому поводу говорил нам нужно чтобы наши активисты наши сторонники вывели на улице десятки тысяч людей десятки тысяч людей когда будут выйдут на улице когда на площадях будет такое количество безусловно я вернусь в страну я по этому поводу говорил что в этом случае тысячи наших сторонников должны блокировать аэропорты чтобы там не могли силовики прийти и меня арестовать для тех кто не знает этот режим прошлом году заочно мне осудил на пожизненный срок в семнадцатом году заочно мне дали 20 лет после того как они убедились что франция меня оправдала запретила экстрадицию и в россию и другие страны назарбаеву ничего не осталось как бы придумывать всякие разные уголовные дела в семнадцатом году 20 лет в девятнадцатом 18 они мне дали пожизненный срок и как вы понимаете я в страну вернуться не могу но я вернусь когда эта власть будет блокирована когда мы добьемся его смещение я в этот момент вернусь и возглавлю временное правительство казахстана и сформирую правительство народного доверия сроком на шесть месяцев затем я буду участвовать в выборах наравне с другими партиями чтобы бороться за должность премьер-министра страны здесь мне задают вопрос это наверное последний вопрос у меня спрашивают куда нам обращаться мы звоним акиматы все прочее никто нам не отвечает у нас нет ресурсов нам что жить на улице нам нечем платить за нас за съемные квартиры что нам делать кто-то здесь жалуется что будет отнимать квартиры потому что они могут обслуживать проценты они потеряли работу и так далее уважаемые друзья я вам выход говорил мы должны добиться смены режима если говорить о кредитах правительство демократического выбора казахстана спишет одним ударом все потребительские кредиты которые у нас есть в нашей стране и таких заемщиков ну свыше 7 миллионов 7 и 7 миллионов пишется официально но по нашим разным косвенным другим оценкам около 9 миллионов плюс люди которые имеют ипотечные кредиты на жилье стоимостью до 30 миллионов тенге мы спишем такие займы поэтому ваше будущее ваших руках а сейчас как сейчас бороться сейчас идите в акимат идите к местной власти пишите правительству пишите такая выходите публичные выступления и вы увидите это вся масса каждый день будет накапливаться двигаться двигаться обедняться и конечно когда вот такие вспышки будут наращиваться увеличиваться мы объявим безусловно дату проведения масштабного митинга под эгидой демократического выбора казахстана и никакие карантины не смогут остановить сотни тысяч людей которые будут фактически и не иметь работу будут голодать будут терять жилье никакие войска не остановит этих возмущенных людей это время будет очень скоро потому что действующее правительство не работает не работает так как нужно как требует время она и не будет работать мы все это должны осознать на сегодня я ответил где-то приблизительно 30 вопросов будут следующие эфиры я благодарю всех за то что вы меня сегодня слушали буду собирать еще новые вопросы алка казахстан